Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущий Андрей Печерин. На рубеже XVIII и XIX веков жил известный церковный деятель, прекрасный проповедник, педагог, писатель, именуемый в Москве вторым златоустом и русским апостолом, митрополит московский Платон Левшин. Этот законоучитель и воспитатель наследника царского престола, будущего Павла I, ставшего одним из благочестивых царей российских, возрастил также ряд духовных иерархов и церковных пастырей. Являясь одним из самых просвещенных людей, он видел все недостатки образования того времени, к исправлению которых приложил много сил. О жизни этого замечательного архипастыря рассказывает книга, вышедшая в свет в издательстве свято-троицкой Сергиевой Лавры. Называется она «Митрополит московский Платон Левшин». Книга эта, составленная на основе кандидатского сочинения и романаха Платона Лабанкова, посвящена святительским трудам высокопреосвященного Платона Левшина, митрополита московского. Как пишет автор в предисловии книги, митрополит Платон в ряду иерархов Русской Православной Церкви за время ее синодального правления занимает одно из виднейших мест. Он принадлежал к тем избранникам Божьим, кого в лоне Церкви пестует Святой Дух, выявляя в их характере те добродетели и совершенства, какими должен быть украшен представитель святительского сана. Владыка Платон, прославившийся не только в России, но и далеко за ее пределами, был одним из самых просвещенных архипастерей второй половины XVIII и начала XIX столетия. Выдающимся и по своим талантам, и по разносторонней деятельности. Его богословское творчество заложило основу самобытной традиции отечественной мысли. Вокруг московского пастыря выросла целая плеяда ученых-монахов, таких как Преосвященный Амвросий Подобедов, Преосвященный Августин Виноградский, Святитель Филарет Дроздов и многие другие. Родился будущий святитель в июне 1737 года, в день, посвященный празднованию первоверховных апостолов Петра и Павла. И посему был назван Петром. Отец его служил сельским причетником и мечтал обеспечить сыну хорошее образование. С шести лет началось домашнее обучение Петра. Родитель учил его по азбуке, часослову и псалтире, как это было принято в то время. Мальчик отличался понятливостью. И, как говорит его раннее жизнеописание, скоро все изучивал. Несмотря на резвость и склонность к играм, учился Петр всегда с неизменным усердием, сохранив любовь к просвещению и науке до конца своих дней. С завершением курса домашнего обучения в семь лет мальчик довольно бойко читал и мог один на клиросе отправлять божественную литургию. Любовь к церковному чтению и пению он также сохранил на всю свою жизнь. Так, например, будучи уже седовласым старцем, митрополитом, когда слава его, как выдающегося иерарха-проповедника, плодовитого писателя и ученого, гремела не только в России, но и за границей, владыка Платон в простом монашеском одеянии мог встать на клирос и исполнять клиросное послушание в любимом им Вифанском монастыре. Но вернемся к детству святителя, когда на 10-м году жизни Петр Левшин поступил в Коломенскую духовную семинарию, а затем в Славяно-Латинскую академию в Москве. Там будущий митрополит в совершенстве владел латинским, греческим и французским языками. С 1757 года он начал преподавать пиитику и греческий язык в той же академии. Кроме того, ему поручили вести катехизические беседы, публично толковать катехизис по воскресным дням в присутствии академической молодежи и множества городских слушателей. На этом поприще и раскрылся его необычайный ораторский дар. Тот период жизни митрополит Платон считал самым счастливым. Слушать Левшина собиралась едва ли не вся Москва. Жадное внимание, духовный восторг, слезы умиления аудитории были высшей наградой начинающему проповеднику. Из-за этих беседов Петра Левшина называли то вторым златоустом, то московским апостолом. Слух о талантливом ораторе дошел и до Петербурга, где жил тогда архимандрит Троица Сергиевой Лавры, знаменитый придворный проповедник Гедеон Криновский. По его ходатайству в 1758 году Петр Левшин был определён учителем риторики в Троицкую семинарию. С грустью он оставил родную академию, своих сослуживцев и отправился в Лавру. Но когда молодой человек подъезжал к обители преподобного Сергия, навстречу ему вышел крестный ход с хоругвами, святым крестом и иконами. Это был обычный лаврский крестный ход, но трепетный юноша принял его как предзнаменование своей судьбы. Не прошло и двух недель, как он получил от владыки Гедеона письмо, в котором тот писал новому учителю. «Я очень рад, что вы у нас в Лавре, но ещё больше радость моя умножится, когда услышу, что вы и монашеские в ней приняли образ». Казалось бы, для глубоко религиозного Петра, склонного с самого детства к уединению, к аскетической жизни, монашество не могло быть чем-то неожиданным, чем-то таким, что взволновало или поколебало бы его дух. Но именно потому, что юноша хорошо представлял себе всю трудность и важность иноческих обетов, он глубоко задумался. В цвете лет на 21-м году жизни он должен был умереть для мира и всего, что в этом мире есть. Но утешительные слова верного товарища Петра Постникова, который в то время готовился принять постриг, а также горячее желание всецело и беспрепятственно отдать себя на служение Святой Церкви и делу просвещения возымели силу. И накануне праздника Успения Петр Левшин был пострижен в монашество с именем Платон. Став иноком, он жил еще более уединенно, исполняя послушание учителя и проповедника Слова Божия. Ему было всего 24 года, когда он не только принял священнический сан, но и был назначен ректором Троицкой семинарии в Санкт-Петербурге. В 1762 году на престол взошла императрица Екатерина II. Осенью, после коронации, она посетила лавру преподобного Сергия и семинарию, где рекорствовал молодой иеромонах Платон. Здесь просвещенная императрица в первый раз и увидела начинающего московского проповедника, услышала его вдохновенное слово и сама вступила с ним в беседу. Этот разговор с государой не имел далеко идущие последствия. Вскоре иеромонах Платон назначается наместником Троица Сергиевой Лавры, а через несколько месяцев законоучителем царевича Павла Петровича, будущего императора Павла I и придворным проповедником. Стоит отметить, что это была эпоха религиозного упадка, безразличие к вере в русском высшем обществе. И именно в это время проходило служение знаменитого архипастря, митрополита Платона. Как это было и рассказывает данная книга. Митрополит московский Платон Левшин вошел в историю Русской Православной Церкви, как и ее крупнейший деятель, оказавший огромное и плодотворное влияние на все стороны церковной жизни. В течение долгих 37 лет великий святитель возглавлял Московскую митрополию, и всю свою долгую жизнь он не стремился к славе, а с исключительной ревностью, с осознанием своего долга служителя Христова старался принести пользу ближнему и наставить каждого на спасительный путь. Хотя бы одного упользовать. Такую цель ставил перед собой истинный пастрь Русской Православной Церкви, святитель Московский Платон. Дорогие друзья, на этом наша передача подходит к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Я же прощаюсь с вами. Всего вам доброго.